Здравствуйте, меня зовут Владимир Плахов, я являюсь инструктором тренинг-центра GRS в России. Веду подготовительный курс для работы с пневмоштихелем. Курс направлен как на молодых специалистов, так и на более продвинутых мастеров, желающих повышать свои собственные квалификационные навыки. Это ознакомление с инструментальной базой, правильная настройка рабочего места и оборудования. И комплекс упражнений направлен на то, чтобы поставить руку. Поможет быть более многопрофильным мастером и, соответственно, конкурировать на рынке труда. А для более опытных ювелиров данный курс помогает перейти к более сложным заказам и иметь уверенность при обработке таких сложных материалов, как титан и сталь. Ювелир, 27 лет за верстаком. Международная ювелирная выставка на ВДНХ. Два года присматривался и, наконец-то, решился приехать на курсы, на обучение. Ну, потрясло. Одним словом, технологии потрясли. Подход к обучению понравился, очень понравился. И собираюсь дальше продолжить обучение, потому что, ну, мир движется вперед, а мы стоим на месте. И не попробовав инструмент, покупать как-то, ну, очень дорого. По профессии я работаю мольером. И, честно говоря, уже как-то вот так настолько близкое было по духу, что ждала этого дня приехать сюда и уже продолжить обучение гравировки. Мой преподаватель, который был моим помощником в течение моего обучения еще во Флоренции, в Италии, он сам прошел курс по закрепке. Он много рассказывал очень. И, конечно, меня впечатлило уровень профессионализма. И вообще контингент сюда приезжает профессионал, об этом я была наслышана, поэтому я уже на заметку себе поставила в этом центре. Ну, самое, например, первое впечатление, что это атмосфера. Просто, во-первых, она, конечно, рабочая, преподавание. И, с одной стороны, доступно, с другой стороны, она все-таки достаточно строгая. И атмосфера просто настолько познакомилась с интересными людьми, профессионалами. То есть это как-то двойное. И ты учишься и гравировки, и познаешь, очень много тебе дополняет и на будущее, и какие-то такие знакомства очень интересные. Помимо всех этих теоретических знаний, которые человек получает, самым главным было внедрить вот принцип постановки руки на пневматике. Научить человека резать, чувствовать штихель. Отсюда и родились там комплексы упражнений, как я для себя это уже понял. Есть фундаментальные упражнения, которые являются основополагающей базой для всего. Я работаю на часовом заводе НИКО. Занимаюсь ювелиркой, выпиловкой, обработкой механизмов часов. Раньше, да, у меня есть этот аппарат, но я его, в принципе, не использовал по назначению. Он у меня служил для выборки мяса в металле. Как бы углубление там. Вот для этого я и обучаюсь здесь, чтобы правильно пользоваться инструментом. Шикарно. Ну, просто нет слов, очень много я узнал. На протяжении своей работы я, как бы, примерно догадывался, но вот здесь мне полностью объяснили, как это и почему. Что касается заточки инструмента, как использовать инструмент правильно, как правильно настраивать оптику. Поначалу, да, сложно, но очень хорошо объясняют и внятно. Ну, не только я просто слушаю, а общение именно с мастером. И это очень хорошо помогает, потому что он все время подскажет, объяснит, почему я именно сделал такую ошибку, как ее исправить. Я левша. Вот. В основном, как бы, здесь правший обучается. У нас у левшей есть определенные тоже нюансы, потому что в основном инструмент сделан под правшей. Ну, как бы, оборудование стоит с другой стороны, да, и вот эти все моменты надо учитывать. Часто задают вопрос, за пять дней можно чему-то научиться. Опыт подсказывает, да. Я это вижу в колоссальный прогресс на третий-четвертый день. Я вижу радостные лица у ребят. Я обучаю с ювелирным делом в Эстонии у одного мастера, кто меня учит, и там же подрабатываю. Я увидел, что вообще, в общем, что такое гравировка, почувствовал это на своей руке. И я считаю, это очень хороший курс, потому что я вообще ни разу не держал штихель в руке. И сейчас уже есть какие-то результаты хорошие. Когда привыкнешь уже в течение пару дней, тогда, да, уже довольно удобно найти для себя. Это правильное место, осанку и руку поставить. Я считаю, это очень полезно. И открывает очень много дверей вообще в мир, можно так сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!